Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кутерлайн приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи это изменения в правилах оформления увольнения сотрудников и изменения, которые произошли в 2023 году. Смотреть мы будем на примере 1S ERP и 1S ZOOP. Наши контакты вы видите на экране, адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и ссылка на сайт. Если по какой-то причине вам не удалось, например, досмотреть встречу до конца или время оказалось неудобным, то через некоторое время вы можете перейти на сайт и посмотреть нашу встречу в записи. Кроме этого, там достаточно много материалов и по использованию программы обучающих, так что приглашаем вас, милости просим. Возможно, вы найдете для себя еще другие интересные материалы. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардашева. Мои контакты вы тоже видите на экране. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Мы будем с вами на слайдах смотреть в основном нормативную информацию и будем параллельно переключаться на демо-версии ERP и ZOOP. Уже, так сказать, ручками делать то, о чем поговорили. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы ее видите на экране. Это отличие блока зарплаты в ERP и 1S ZOOP. Как организовать работу с этим блоком? Ну, соответственно, какие были изменения в 2023 году? Что теперь нужно учитывать при составлении документации и отчетности? Ну, естественно, какие административные мероприятия следует провести в связи с законодательными изменениями? Ну, поговорим про отмену справок по зарплате, про дополнительные сервисы. Итак, самый основной, наверное, вопрос, который заботит очень многих пользователей. В основном пользователи ERP, КА, комплексной автоматизации. И так далее. И вопрос, который задают в последнее время особенно клиенты, связан с переходом на ERP. И в этом случае, соответственно, возникает закономерный вопрос, нужно ли выделять блок зарплаты и кадры в отдельно стоящую программу или ввести все в общей системе ERP. Ну, собственно, на первый взгляд разницы никакой быть не должно, потому что в 1С ERP подсистема зарплат уже встроена и практически встроена в комплектации проф. Нужно ли при этом тогда покупать и поддерживать еще и 1С ЗУП? Ну, здесь есть несколько, так сказать, политических моментов. То есть в 1С ЗУП более детализированы разделы кадры, зарплата, выплата, налоги и взносы. Ну, и отчетность, собственно говоря, практически идентичная. Единственное, что отличается немного компоновка программы, но функциональные опции практически идентичны. В 1С ERP разбито на два раздела – кадры и зарплата, так же, как, в принципе, и в ЗУПе. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, на зарплату. И здесь, сейчас я опущу немножечко пониже, так, чтобы нам было верхнюю линейку видно. То есть у нас здесь тоже есть раздел кадры и раздел зарплата. Ну, и, соответственно, отчетность и справки – это регламентированные отчеты, которые можно формировать и в зарплате, и в управлении персоналом. А сейчас мы с вами переключимся на ERP и посмотрим, что у нас здесь. Как вы видите, здесь тоже есть два раздела – кадры и заработная плата. И, соответственно, раздел отчетности у нас в регламентированном учете живет. То есть вот в этом разделе. И обратите внимание, то есть вот сейчас я нахожусь в меню зарплаты. Здесь у нас есть отчетность и справки, так же, как и в ЗУПе. И, собственно говоря, отсюда можно формировать полностью отчетность, не заходя в блок регламентированного учета. Потому что блок 1С – отчетность, вот как вы видите здесь, он выделен жирным шрифтом. У нас есть и в разделе зарплата, и в разделе регламентированный учет. Сейчас мы сюда переключимся. Только он не очень быстро срабатывает, к сожалению. То есть вот регламентированный учет. Блок 1С – отчетность. Идет регламентированный отчет, и дальше пошли дополнительные сервисы. Абсолютно точно так же у нас организован интерфейс в меню зарплата. То есть если мы открываем меню зарплата, то у нас есть возможность формировать зарплатную отчетность. И точно так же в меню кадры у нас тоже есть возможность сформировать зарплатные отчеты, в том числе новые отчеты ЕФС-1, который возник в связи с объединением фондов, но и введением, естественно, новой отчетности. И здесь у нас точно так же есть разделы, которые позволяют, вот обратите внимание, отчеты по зарплате, все начисления. И есть в меню еще сервис кабинет 1С – кабинет сотрудников. Такой же сервис у нас есть и в ERP. Сейчас мы переключимся. Возьмем меню зарплаты. То есть вы видите, что функциональность абсолютно одинаковая. То есть сервис кабинет отчетности, 1С – кабинет сотрудников у нас здесь тоже размещен. Сейчас мы снова возвращаемся к нашим слайдикам. И, собственно, немножко расшифруем этот пункт. То есть в ERP у нас два раздела кадра и зарплата так же, как и в ZUP. В ERP именно состав не отличается. А вот с возможностью быстро работать, ну, то есть скорость работы программы, в ERP немножко сложнее, потому что ERP более громоздкая программа. И в разделе зарплата, допустим, если у вас введены все кадровые документы, немножко больше времени требуется на поиск документов или на открытие необходимых журналов и справочников. То есть здесь придется делать два шага вместо одного. Ну, и, собственно говоря, основной вопрос, что ERP, что, например, комплексная автоматизация, это программы для компаний, у которых достаточно большая численность работников. Ну, и, соответственно, много пользователей. И если все расчеты будут выполняться в единой базе, то есть, например, ERP, то именно регламентные операции будут срабатывать немножко больше, потому что обрабатывается больший массив документов. В ZUP у нас, как вы помните, отсутствуют многие разделы из ERP. Ну, например, там нету раздела CRM и так далее. Ну, то есть то, что касается управленческого учета. И, собственно говоря, выполнение вот таких громоздких регламентных процедур, даже если они в фоновом режиме происходят, они могут замедлять работу и кадровиков, и расчетчиков, потому что просто будут медленнее работать какие-то конкретные документы. Еще одна тонкость, что в ERP нет возможности отключить штатное расписание. В ZUP мы это можем сделать, то есть можем выбрать, применять штатное расписание или не применять, и, соответственно, вести ли или нет историю изменений. Штатное расписание в ERP выступает как связка, то есть связывает зарплатные, то есть регламентированные подразделения и управленческую структуру. И, соответственно, эта связь нужна для того, чтобы отражать зарплатные процедуры в финансовом учете. Вот вы видите, у нас здесь табличка есть. То есть это при работе в ERP, то есть вот у нас сотрудники и подразделения, то есть устанавливается вот такая вот взаимосвязь управленческого и финансового учета. Еще одна, ну как бы не одна тонкость на самом деле, то есть что можно сказать в защиту использования ZUP отдельно от ERP. В основном первый момент связан с тем, если вы используете какие-то отраслевые решения. Ну это может быть, например, производство алкогольной продукции или еще что-то, то в этом случае вести ZUP, ну обязательно не скажешь, но очень обоснованно. Потому что при создании отраслевых решений используется сертификат 1С совместима. И соответственно, когда выходят новые релизы, то в рамках вот этой сертификации каждое обновление тестируется дополнительно. То есть 1С выпустила новый релиз, протестировала на стандартной базе, а после этого происходит еще тестирование в рамках вот этого вот сертификата. И соответственно обновление выходит позже, чем обычно. Но на самом деле в первую очередь обновления выпускаются для ZUP. А уже после этого, через, ну конечно не сильно продолжительное время, но бывает, что в пределах недели, 10 дней, выходит обновление уже для ERP. То есть соответственно, если у вас что-то горит, какая-то конкретная отчетность или какие-то исправления, которые были внесены в релиз, то в этом случае в ZUP это происходит немного раньше. На самом деле, именно как в конфигурации, исправление в ZUP практически достаточно редко вносится, потому что в основном все изменения в релизах и все дополнения связаны с регламентированной отчетностью, которая, к сожалению, что в прошлом году, что в 2023 году выходит, ну очень часто, в соответствии с законодательными изменениями. Но в ZUP в этом случае в основном меняются печатные формы, то есть в соответствии с тем, что наши законодатели наваяли. А в ERP это затрагивает еще и управленческий учет и, ну собственно, другие разделы, которые в ZUP просто отсутствуют. Все обнаружены ошибки в ZUP, соответственно, в связи с этим исправляются быстрее. Об этом официально пишут и ресурсы, официальные ресурсы 1С, и разработчики, говорят на эту тему достаточно часто. Ну, срок обычно на практике меньше, а в разговорах фигурирует цифра 2-3 недели. Обычно это где-то дней 10, примерно такая разница бывает. А сама по себе база ERP, она большая и тяжелая, то есть много дополнительных данных по сравнению с ZUP. И, соответственно, в связи с этим, когда мы делаем закрытие месяца, то пересчет итогов и другие такие тяжеловесные регламентные операции, естественно, в ZUP происходят и дольше, и бывают моменты зависания. То есть если у вас не слишком много пользователей, это обычно не сказывается на работе. А если пользователей много, то вот в этом случае, во-первых, это будет мешать работе других специалистов. Ну и, собственно, это постоянная головная боль отдельная, потому что в ZUP расчеты происходят быстрее. И в ZUP чаще всего нет лишних пользователей. То есть в основном в ZUP работают кадровики и зарплатники. В отличие от ERP, где есть и менеджеры, и коммерсанты, и производство. Ну, то есть гораздо большие пользователи и, соответственно, дополнительных данных, дополнительной информации. Собственно говоря, еще один, ну, скажем так, плюс в пользу того, что ERP на больших базах для крупных предприятий стоит использовать отдельно от ERP, это то, что в конфигурации ZUP-корп, например, есть дополнительно расширенный функционал, то есть который позволяет работать с госзаказами, с обособленными подразделениями. И самый основной плюс – это то, что ZUP-корп, обратите внимание, именно корп, а не проф, позволяет работать с охраной труда. То есть этого блока в ERP нету. Конкретно более, то есть в версии корп есть поддержка грейдов, социальные льготы и компенсации, адаптация, обучение, развитие, кадровые резервы и управление талантами. Ну и, соответственно, в ZUP-корпе можно работать с допусками к работам, с медосмотрами, с проведениями инструктажей. И в ZUP-корпе есть возможность оформлять несчастные случаи на производстве. Поскольку в ERP у нас встроен ZUP-корп, то есть вот этого функционала, который сейчас вы видите на экране, проф-версии ZUP-а нету. Соответственно, ее нету и в ERP. Если у вас предприятие производственное, и вы фиксируете сдельную выработку, то есть выработку по бригадам или по сотрудникам, то в ERP используется документ выработка сотрудников. И при обменах выгружается в документ ZUP данные для расчета зарплаты. То есть это удобно по многим причинам. Позволяет связать, так сказать, распределение по зарплате. И плюс еще в ZUP расширен инструментарий для работы с НДФЛ. Ну, естественно, это большое облегчение для бухгалтеров. Ну, например, тем сотрудникам, для кого в программе не предусмотрен НДФЛ, налог можно перечислять вместе с зарплатой. Для правильного распределения НДФЛ удобно использовать функционал документа «Ведомость». И, соответственно, еще один полезный функционал – это документ перечисления НДФЛ в бюджет. В нем можно собирать НДФЛ из нескольких ведомостей, например, в случае межрасчетных начислений. А как вы знаете, с этого года у нас аванс тоже облагается НДФЛ. И, собственно говоря, вот в свете этих изменений ввести зарплату отдельно в ZUP и потом выгружать в ERP, например, в общем-то, достаточно удобно. Ну, естественно, это в том случае, если организация может себе позволить приобретение отдельно и ERP, и ZUP. В ERP, вот, кстати говоря, работа с НДФЛ иногда бывает достаточно, ну, скажем так, конфликтно или выдает странные ошибки. Ну, например, НДФЛ может распределиться на ведомости по перечислению аванса или, например, пособий по уходу за детьми до достижения трех лет при полном отсутствии НДФЛ в данных начислениях. В ZUP таких странностей не наблюдается. Отчеты по НДФЛ в ZUP можно построить сразу после формирования ведомостей на перечисление. То есть не надо делать дополнительно загрузку выписок банка и, соответственно, ждать, пока пройдет туда-сюда оплата. То есть пока ее отправят, а пока вернется с выпиской банка. То есть в ERP мы ждем, чтобы привязка к ведомости создалась, выписки из банка и привязки ведомости к документу списания безналичных денежных средств. Только после этого в программе доход будет считаться выплаченным. А в ZUP достаточно только сформировать ведомость. Также в ZUP легче произвести корректировку расхождений между начисленным, удержанным и уплаченным НДФЛ, когда мы создаем какие-то отчеты по заработной плате. Для того, чтобы в правильной последовательности производить ведомости и списание, соответственно, денежных средств, то необходимо это делать последовательно. Затем мы должны сделать пересчет и обновить НДФЛ. То есть, соответственно, иногда приходится перевыбирать сотрудника для правильного отражения сумм выплат по датам полученных доходов. А в ZUP все эти лишние операции с банками и так далее упразднены. Поэтому, во-первых, это происходит быстрее. Ну, а во-вторых, не надо отвлекаться на то, чтобы ждать, пока выписка поступит уже из банка. Ну и, собственно, основная тема – это что же при увольнении у нас изменилось. Какая документация, какие действия должны произвести кадровые работники и бухгалтера. С 2023 года у нас изменились и зарплатная, и кадровая отчетность. Ну, естественно, вы знаете, что это отчет ЕФС-1, то есть тот, который сдается в объединенный фонд. Но и при этом изменился состав документов, которые нам необходимо сформировать при увольнении работника и что ему требуется выдать на руки. Ну, то есть отчет РСВ и справки СТДР – это новые формы, которые у нас с 1 января этого года вводятся. И вместо СЗВ, то есть это перифонифицированные сведения о физлицах, и отчеты СЗВ-стаж и ДСВ, то есть добровольное страхование, отменяются, и вместо них теперь у нас действует единый отчет ЕФС-1. То есть отчет ЕФС-1 у нас заменил 4 бывших отчета, который мы подавали в ПФР, и отчет 4 ФСС, который сдавался в СОД-СТРАХ. Ну и опять же формально с 23 года отменили справку по сумме заработка для перерасчета пособия. Это у нас форма 182Л. Раньше мы должны были такую справку выдать работнику на руки при увольнении. А с 23 года в связи с тем, что СЗВ отменена, вместо нее сдаются перс сведения по работникам, но в этом случае уже в налоговую инспекцию, а не в пенсионный фонд. И при увольнении мы должны выдать работнику выписку из указанных сведений по конкретному работнику. Такой отчет заполняется ежемесячно, поэтому при увольнении можно сформировать перс сведения за месяц, которым мы работника увольняем. То есть, например, если дата увольнения приходится на середину месяца, ну, например, 20 мая, то персонифицированные сведения нужно выдать справку за май, и, соответственно, они будут отражаться в разделе 3 формы РСВ. Но, обращаю ваше внимание, в законе о персучете не прописано, какую именно форму справки выдавать при увольнении. Поэтому безопаснее сделать сразу две справки, чтобы в случае каких-то разборок не было претензий к делопроизводству. Ну, и, собственно говоря, до этого года в обязательном порядке увольняющимся выдавали сведения о стаже. То есть, это была справка по форме СЗВ-стаж за текущий год. С этого года форма СЗВ-стаж у нас отменена, и вместо нее мы должны сдавать отчет ЕФС-1, но не в полном объеме, а только в подразделе 1.2 первого единого счета ЕФС-1. И единого отчета, извините, обговорилось. Поэтому, соответственно, при увольнении справку работнику мы тоже можем выдавать по форме ЕФС-1, и, то есть, это как бы не будет нарушением. А сейчас мы с вами посмотрим табличку, где все вот эти вот разрозненные замечания собраны, ну, скажем так, более систематизировано. То есть, вы видите, средний столбик – это то, что с 23-го года сейчас у нас действует, и то, что было в прошлом периоде, в прошлом году, ну, и ранее. То есть, соответственно, во-первых, это трудовая книжка. Касается работников, которые не захотели, не дали согласия ввести электронную трудовую книжку. То есть, соответственно, мы должны были выдать и в прошлом, и теперь бумажную трудовую книжку, ну, соответствующей записи, регулируется это трудовым кодексом. Ссылки на нормативные документы, видите, вот у нас в последнем столбике отражены. Справка СТДР, то есть, это для работников, у которых электронная трудовая книжка. Точно так же она выдается и в этом году. В прошлом году выдавалась выписка из СЗВ стажа. В этом году подается не выписка из СЗВ стажа, а выписка из подраздела 1.2, отчет ЕФС-1, который у нас с этого года действует. Точно так же выдавался на руки выписка из раздела 3 РСВ. Она выдается и в этом году. Выписка из СЗВ у нас теперь выдается опять же в форме отчета ЕФС-1, то есть из перс-сведений. Расчетный листок и в прошлом году, и в этом году выдавался и выдается на руки. Это как бы обязательно требование, что работнику необходимо сообщить подробности начисленных ему сумм. И справка по форме 182. То есть, как вы видите, у нас ссылка идет на документ, который датирован 22-м годом по приказу Минтруда. Поэтому обратите внимание, что несмотря на то, что формально мы не обязаны выдавать эту справку, то как бы все равно ее наличие требуется. И теперь уже тонкости, которые касаются конкретных документов. То есть вы помните, что все документы работнику должны быть выданы в последний рабочий день. То есть это, соответственно, день увольнения выдается расчетный листок за тот период, за который произведен окончательный расчет. Если, например, увольняется человек до официальной даты выплаты зарплаты за прошлый месяц, то в этом случае мы должны распечатать расчетный листок и за прошлый месяц, и за текущий. Все начисления, которые при увольнении делаются, должны войти у вас в текущий месяц. То есть премии, какие-то дополнительные часы, которые могут быть сверхурочные, или еще какие-то подробности аналогичные, должны быть отражены в расчетном листке, которые вы выдадите на руки человеку при оформлении. Напомню, что сама по себе форма расчетного листка не входит в унифицированный альбом документов. И поэтому у вас может быть какой-то закрепленный местным локальным актом какой-либо свой формат. Но смысл в том, что информация отражается одна и та же, просто внешнее оформление может немножко отличаться. Справка 182. То есть официально, как я уже говорила, эта справка предоставляться не должна. Но в интересах работника, естественно, лучше, чтобы эту справку ему выдали. То есть работник заинтересован в том, чтобы эта справка выдалась своевременно, то есть в день увольнения. Потому что в ней нарастающим итогом будут отражены все начисления. И на основе этой справки будущий работодатель может корректно рассчитать и пособия по временной нетрудоспособности, если вдруг новый объединенный фонд не передаст сведения о заработке за 2021-2022 год. Ну, либо там обнаружатся какие-то ошибки. К сожалению, сейчас это очень распространенная ситуация. И, собственно говоря, большинство людей, которые увольняются, просят все-таки эту справку им выдать. Справка эта далеко не новая. Она утверждена еще в 2013 году. То есть, в принципе, обычно сложности при заполнении этой справки не возникает, вне зависимости от того, в какой конфигурации вы работаете. Следующий вопрос, который часто возникает, какие документы должны быть выданы сотруднику в оригинале, или из чего должны быть сделаны копии. То есть, если вам сотрудник предоставлял медицинскую книжку, дипломы, свидетельства, ну, какие-то другие документы в оригинале, то, естественно, их нужно в обязательном порядке вернуть. На практике обычно делается реестр документов, которые были переданы в оригинале, ну, и с отметкой о том, когда они возвращены сотруднику и с его подписью. Но кроме оригиналов документов, кстати говоря, сейчас, ну, скорее всего, в большинстве случаев, за исключением медицинской книжки, кадровые сотрудники стараются не оставлять у себя оригиналы документов, ну, например, дипломов, свидетельств и так далее. Но, тем не менее, если вдруг это произошло, то вот оригиналы вы должны вернуть. Но кроме оригинальных документов, работник может попросить копии документов, которые вы обязаны ему предоставить. Естественно, копии документов, которые связаны с его работой на вашем предприятии. В частности, такие документы – это трудовой договор. Он должен выдаваться работнику на руки при приеме на работу. Но если вдруг этого не произошло, или, например, работник потерял свой экземпляр, то копию ему необходимо предоставить. Приказы о приеме, переводе, увольнении, естественно, тоже. Записки, расчеты. Если были какие-то касательные его начисления, ну, может быть, ему были выданы какие-то премии там по личным результатам работы и так далее. Следующий документ – это может быть копия с личной карточки и, естественно, локальные нормативные акты. Ну, чаще всего к локальным нормативным актам относятся положения в оплате и опримировании, какие-то должностные инструкции. Ну, то есть то, что для работника являлось, так сказать, руководящими документами в его работе. И обратите внимание, что срок выдачи таких документов, то есть копий – это три рабочих дня. И еще один момент, что, в принципе, тоже достаточно часто и раньше не соблюдалось, так сказать. И сейчас бывают сложности с этими моментами. То есть для того, чтобы вы выдали работнику на руки копии каких-то документов, вот которые перечислены здесь, то работник должен вам подать заявление в день увольнения. И не просто подать заявление, соответственно, с печатью, с подписью, с датой. Желательно такое заявление зарегистрировать. Ну, чаще всего эта регистрация делается в журнале входящих документов. Или на самом документе, на заявлении или на самом заявлении ставится дата приема. Ну, как обычно, на корреспонденции. То есть входящий номер такой-то, дата такая-то. Для электронного заявления, если вы получили его в электронном формате, чаще всего бывают квитанции о приеме документа. То есть если такого заявления не поступило, то копии этих документов вы выдавать не обязаны. То есть не обязаны проявлять инициативу и бежать вперед паровоза. А вот что делать, если сотрудник не вышел на работу в день увольнения? Вот в этом случае, к сожалению, такая ситуация бывает достаточно часто. Особенно если, например, человек увольняется, например, в понедельник, отработал пятницу и субботу-воскресенье у него выходные дни, или он в пятницу не вышел на работу, в этом случае, во-первых, необходимо составить акт об отсутствии на рабочем месте. То есть это аналогично с тем, что делается при прогуле. То есть такие же документы оформляются при обнаружении прогула. И, естественно, такой документ должны подписать свидетели. Минимум два. То есть чтобы составляющие, например, этот документ сотрудника, еще два независимых свидетеля. Обязательно нужно сделать отметку в табеле о том, что в этот день работник отсутствовал. Я повторюсь, то есть ПР это мы ставим, если прогул. То есть если работник не вышел на работу в день увольнения, то, соответственно, это такой же прогул, как и при любых других условиях. Следующее, что необходимо сделать, это в приказ об увольнении и личную карточку сделать запись о невозможности ознакомить работника. Например, с приказом не ознакомлен по причине отсутствия на рабочем месте в день увольнения. Вот на такие мероприятия обращайте, пожалуйста, особенное внимание, потому что при возникновении спорных ситуаций это будет свидетельством того, что вы своевременно подготовили все документы и, собственно говоря, не зарядил пушку, как говорят в таких случаях, уже сам сотрудника не вытустил. С вашей стороны нарушения отсутствуют. Ну и если вдруг у человека потом проснулась совесть, он пришел, то с таким документом его нужно ознакомить под подпись. Но дату проставить уже той датой, когда вы его увидели, когда вы смогли ему показать эти документы. Самое основное это уведомление о необходимости получить, например, бумажную трудовую книжку или дать письменное согласие на ее отправку почтой. Вот здесь, обратите внимание, есть новые тонкости, потому что раньше, во-первых, не требовалось письменное согласие на почтовую отправку, и второе, в случае, если вы не сделали такую, не сделали такой документ, и человек, например, пришел к вам через месяц за трудовой книжкой, то в этом случае может быть ситуация, когда трудовая инспекция такую ситуацию рассматривает как вынужденный прогул, и в этом случае вам это грозит тем, что за то время, пока вы не могли вручить трудовую книжку сотрудникам, вам посчитают, что вы должны оплатить человеку этот период как вынужденный простой в связи с тем, что он не мог приступить к работе без трудовой книжки. Поэтому, естественно, гораздо безопаснее все вот эти документы оформить, и уведомление о том, что необходимо получить трудовую книжку, отправить сотруднику почты. В этом случае у вас остается квитанция о том, что вы отправляли такое письмо, напоминание, и уже посчитать этот период вынужденным прогулом у трудовой инспекции не будет оснований. Отправлять необходимо письмо с уведомлением о вручении и с описью. Вот здесь обратите внимание, что сейчас отправка, допустим, ценное письмо с описью предполагает изначально, что составляется опись, и почтовые работники ее заверяют. Но адресату они не доставляют такие ценные письма, доставляют только уведомления. Доставляют заказное письмо, если вы написали с описью, то на опись могут не поставить штамп, что опись заверена. Но, тем не менее, заказное письмо с уведомлением о вручении доставят по адресу и должны вручить в руки. Либо зафиксировать, что не вручили по такой-то конкретной причине. Например, не было человека по указанному адресу или он отказался от получения. Ну, то есть, в любом случае у вас останется документ, который подтверждает отправку уведомления на согласие по поводу пересылки трудовой книжки. то есть, сейчас без письменного согласия работника отправлять трудовую книжку почтой любой нет уже не возможности, а именно права. То есть, запрещено выполнять такую пересылку без согласия работника. если у вас, например, появились причины, по которым вы не можете вручить трудовую книжку в день увольнения, то в этом случае трудовой кодекс не содержит каких-то конкретных рекомендаций, как должны быть оформлены документы. То есть, вот такой порядок, который мы только что с вами проговорили, это, в общем-то, больше основано на практике. То же самое касается, если в день увольнения выслать работнику уведомление о необходимости явиться за документами. То есть, это, так сказать, ваша страховочка на всякие пожарные случаи. Теперь еще один момент, соответственно, касательно расчета. То есть, вот, расчет должен быть произведен в день увольнения, особенно, если учитывать, что сейчас практически все расчеты по заработной плате проходят через банк. То есть, через кассу уже достаточно редко, когда выплачиваются денежные средства, но, тем не менее, даже если эта выплата будет происходить через кассу, то окончательный расчет должен быть выполнен в описанный срок. Ну, и, собственно говоря, если вы отправили уведомление работнику, он ответил с согласием, что да, я готов, то в этом случае вы отправляете спокойную трудовую книжку, все расчетные документы, опять же с описью с обязательным в обязательном порядке с сохранением чека из почтового отделения и, собственно говоря, в этом случае вы делаете свои отчетные документы, копию от кассового чека прикладываете туда как подтверждение отправки. В этом случае еще одна тонкость существует. если вы письмо отправили, а сотрудник его не получил и письмо вернулось к вам, то вот в этом случае его нельзя распечатывать и должно храниться оно в запечатанном виде. То есть до тех пор, пока либо не получено согласие работника, либо почтовое отправление вернулось к вам. В этом случае вы храните документы у себя и когда работник обратится с заявлением на выдачу книжки и документов, у вас есть три рабочих дня со дня обращения. То есть если оно было по почте, то, соответственно, со дня получения такого уведомления. в принципе, как вы видите, здесь особо порядок не изменился, просто как бы сделаны акценты на определенные действия при увольнении, ну и естественно на соблюдение порядка почтовых отправлений и так далее. Если у нас например на предприятии не введен кадровый электронный документ оборот, это аббревиатура КЭДО, и сотрудник не дал согласия на применение КЭДО, то есть он не захотел применять электронный документ оборот. А в этом случае мы должны выдать ему документы на бумажных носителях. Если КЭДО введен, но сотрудник написал в заявлении другой способ получения документов, в этом случае выдаются не оригиналы документов, а заверенные копии или документы, которые сотрудник например получил лично. В этом случае когда вы заверяете документы, можно проставить штампик например копия верна, но роспись должна быть натуральной, то есть не копия, а оригинал. если у вас не используются штампик, то естественно вы от руки пишите копия верна или просто верно и уже ставится туда печать и автограф. теперь вот какой момент еще нужно учитывать. То есть все надписи про заверение кроме личной подписи можно проставлять с помощью штампика. Это то, что я вам только что говорила, только вот в табличной форме, когда и в таких случаях можно что отправлять. обратите внимание, то есть это для тех, у кого развита например зрительная память. И еще один момент, это если у вас все-таки применяется КДО, то есть электронный документ оборот, то в этом случае способ, которым выдаются документы должен быть озвучен в ваших локальных нормативных актах. в первую очередь естественно это и учетная политика и правила документа оборота и должно быть указано каким образом такие документы должны быть выданы, то есть либо через систему работодателя, либо с помощью портала работа в России и в этом случае применяется электронная цифровая подпись работодателя, только в этом случае считается что они будут иметь юридическую силу ну и соответственно трудовая инспекция не будет предъявлять к ним дополнительных требований и придирок которые не прописаны официально в законодательстве. Ну естественно даже если у вас используется например КДО и вы выдаете трудовую книжку то в этом случае если у человека была бумажная трудовая книжка то сведения про нее электронную вы уже послать не можете и второй момент это СТДР вот здесь есть исключение если работник именно в заявлении написал какой именно электронный способ получения он хочет видеть и приказ об увольнении значит в этом случае электронную тоже желательно его не отправлять потому что при вручении приказа об увольнении человек вам должен на нем расписаться и роспись должна быть лично проставлена то есть не штамп не фокс а именно личная подпись но в любом случае отправить бумажную копию приказа почты можно в течение трех дней со дня его выпуска сейчас мы с вами переключимся на демо базу ну например вот на заработную плату и интересует нас вопрос кадры раздел вернее кадры и здесь мы сейчас с вами посмотрим допустим вот возьмем все кадровые документы и посмотрим на документы которые формируются при увольнении сотрудника именно в конфигурации как я уже говорила вот у нас блок работа с кадрами кадровые отчеты все документы сотрудники сервис один из кабинет сотрудников у нас присутствуют и в конфигурации зарплаты управления персоналом и в конфигурации ERP и в принципе кабинет сотрудника у нас как раз таки и призван минимизировать случай обращения сотрудника напрямую к бухгалтерам и позволяет многие документы ну допустим те же расчетные листки получить не через бухгалтера а через вот этот сервис то есть вот сейчас мы давайте с него начнем долго запускается ну вот в темобазе ERP как вы видите мы перешли в блок зарплата и вот у нас та же самая практически картина и в кадрах и в разделе зарплата сейчас мы в кадры перейдем с вами чтобы было уже идентичной в одной и в другой конфигурации вот то есть видите абсолютно тот же интерфейс работа с кадрами кадровые отчеты все документы и сервис 1С кабинет сотрудника это сервис который может быть размещен в местной локальной сети а может быть размещен ну как бы в облачном формате так сейчас мы линеечку передвинем чтобы она нам не мешала вот так вот то есть более подробно про сервис вы можете почитать вот по гиперссылке то есть подключение этого сервиса очень несложное нажимаем кнопочку подключить и здесь должно быть указано как вы видите подсказочки подключения через интернет и как это название должно быть на латинице дальше организация должна выбрать ответственного то есть дежурного жертву кто будет отвечать за введение этого сервиса и подключить вот у нас есть кнопочка подключить и как вы видите здесь достаточно много гиперссылок которые помогают это сделать достаточно просто и безболезненно в этом случае нагрузка на бухгалтеров заметно уменьшается и сейчас мы переключимся на ERP надеюсь что у нас здесь да вот кадровые документы у нас открылись а сервис кабинет сотрудника у нас будет выглядеть абсолютно идентично тому что мы видели только что в ERP то есть те же гиперссылочки по которым можно более подробно почитать про этот сервис точно такая же ссылочка как подключить то есть использовать кнопочку подключить и точно так же помощь вот через гиперссылки то есть здесь у нас различий особых мы не наблюдаем следующий момент то есть у нас повторюсь такие разделы есть и в кадрах и в зарплате и точно так же есть ERP единственное что хочу обратить ваше внимание это я сейчас переключусь снова на ERP личный кабинет сотрудника мы сейчас закроем а посмотрим еще вот что то есть например блок зарплата как вы видите у нас вот в среднем столбике есть раздел отчетной справки и есть 1С отчетность 1С отчетность это не только название блока раздела но и название дополнительного сервиса то есть на самом деле вот если мы с вами открываем 1С отчетность неважно из какого раздела из кадров из зарплаты или через регламентированный учет попадаем мы с вами в одно и то же место то есть в журнал с данной или составленной отчетности и соответственно так же как и при работе через оператора передачи электронных данных у нас с вами отражается статус отчетности то есть например в работе то есть видите у меня вот демо конфигурации составлен только один отчетик поэтому много мы здесь не посмотрим но при запуске этого раздела 1С себя хвалит и пишет что такое отчетность 1С то есть рекламирует свой сервис сервис надо сказать весьма удобный потому что он позволяет передавать и получать данные напрямую например с сайта налоговой инспекции минуя оператора связи то есть в обычном порядке мы с вами создаем отчет делаем выгрузку когда он в электронном формате формируется и эту выгрузку передаем отправляем на нашего оператора и уже оператор напрямую размещает эту выписку на сайте налоговых органов здесь сервис 1С отчетность позволяет миновать этот шаг и напрямую из конфигурации 1С отправлять необходимую документацию отчеты переписку и так далее напрямую на сайты фискальных органов здесь у нас тоже есть гиперссылочка поподробнее почитать про эту отчетность можно вот здесь ну и подключиться тоже очень несложно через вот эту вот ссылку здесь хочу обратить ваше внимание что 1С отчетность если у вас подписка на тест проф то отчетность подключения 1С отчетности для одного юрлица будет бесплатным если у вас ИТС техно то в этом случае нужно будет заполнить нужно будет заплатить дополнительную денежку для подключения этой отчетности но плата достаточно дружественная то есть в зависимости от того сколько вам надо лицензии например на подключение это будет составлять порядка 4800 рублей на год то есть согласитесь если 4800 разделить на 12 месяцев то стоимость за месяц будет вполне себе дружественной сейчас мы это закроем то есть вот видите это у нас в демо базе ERP отражение и абсолютно точно так же мы это увидим в разделе зарплаты сейчас мы здесь тоже в конфигурации зарплаты управления персоналом ну например вот в разделе заработная плата ой прошу прощения не туда нажала сейчас снимем вот так вот то есть вот вы видите раздел 1С отчетность функционал и в зупе и в ERP здесь одинаковый ну вот открывается к сожалению не слишком быстро вот то есть видите здесь в этом журнале у меня уже отчетов побольше и вот вы видите что отражается статус то есть сдано например подготовлено в работе и отражается этот статус напрямую без участия оператора еще хочу обратить внимание вот на вот эту линеечку то есть здесь у нас абсолютно те же функции которые мы видели перед этим столбикам то есть уведомления переписка сверки и личные кабинеты то есть если раздел в разделе например кадры заработная плата есть сервис личный кабинет сотрудника то здесь тоже слова личные кабинеты встречаются но они относятся уже к организации в целом и соответственно если мы переходим по такой ссылочке то в этом случае у нас откроется меню как вы видите практически с разными фискальными органами поскольку здесь остался старый интерфейс то есть ФНС ФСС то сейчас ФСС это у нас объединенный фонд и соответственно просто немножко может быть еще непривычное название единый объединенный фонд но тем не менее информация отражается и в целом про ваше предприятие и позволяет сведения просматривать по электронным лескам нетрудоспособности подтверждение основного вида деятельности соответственно соц обеспечения и обращающие ваше внимание на статистику то есть портал статистического декларирования в этом году было достаточно много новых форм отчетности статистика введено и чтобы быть спокойным вам нужно перейти на сайт статистики и по вашему ИНН проверить под какие может быть выборки попала ваша организация потому что может оказаться что вы например таких отчетов никогда не сдавали а тут вдруг оказывается что должны подавать новую форму само по себе это было бы не слишком печально если бы не одно но с прошлого года статистика начала применять штрафные санкции то есть продекларированы они были уже достаточно давно но не применялись а с 22 года статистика начала применять штрафные санкции за несдачу или за несвоевременную сдачу отчетов которые вот она обширала и в случае первого раза когда вы первоначально например нарушили сроки или не подали сроки до 70 тысяч а в случае когда это повторное правонарушение штрафы будут до 150 тысяч снова сейчас переключимся на наши слайдики и хочу обратить ваше внимание вот на какой момент во-первых штрафные санкции которые предусматривают ответственность за невыдачу документов при увольнении но на самом деле это тоже достаточно такой ну можно сказать скользкий момент потому что если человек обратился уже за ну с каким-то заявлением о том что своевременно не получил на руки документы то это значит что уже конфликтная ситуация вышла из-под контроля то есть если вы в день увольнения не выдали работнику документы и не направили ему уведомления о том что их необходимо получить то вам грозят следующие штрафы если вы юридическое лицо то это от 30 до 50 тысяч а если это индивидуальный предприниматель или руководитель то в этом случае штраф составит от 1 до 5 тысяч но это для первого случая за повторное нарушение штрафа естественно выше для компании это до 70 тысяч рублей а для руководителя или ЭПшник это до 20 тысяч рублей а вот в случае если вы трудовую книжку не выдали или отправили почтой без согласия работника то в этом случае придется выплатить работнику денежную компенсацию то есть оплатить каждый день просрочки как средний заработок и еще одно ну в общем-то не совсем новшество но то чему стали уделять пристальное внимание именно в этом году это заполнение и ведение воинского учета но в основном эта тема ну скажем так приобрела особую актуальность при мобилизационных мероприятиях но тем не менее обратите внимание на воинский учет это тоже способ беспокоиться для кадровиков потому что тоже предусмотрена достаточно серьезная обязанность и сейчас в общем-то анонсирован переход на электронный документооборот с военными комиссариатами и вот здесь у нас есть небольшие отличия то есть в блоке зарплата воинский учет у нас переходим например в меню кадры и здесь у нас есть блок воинского учета ну то есть вот документы которые требуются вводить при приеме или при увольнении сотрудника а вот в ERP чтобы работал воинский учет нам необходимо сначала его активизировать делается это в разделе инсы и администрирование и после того как сейчас вот блок запустится нас будет интересовать блок кадры в этом блоке инсы и администрирование то есть нормативно-справочная информация и администрирование мы задаем настройки для кадрового блока что мы хотим видеть и как вести свой учет и вот здесь у нас есть подраздел воинский учет и соответственно вот отметочки то есть вот такие чекбоксы если у нас не проставлено то введение документации по воинскому учету нам будет недоступно если мы проставили чекбоксы то соответственно у нас появляется раздел по ведению воинского учета и естественно добавляется отчетность которую мы можем составить то есть вот птичка которую мы поставим здесь то есть чекбокс это будет один отчет который мы подаем воинский комиссариат если мы проставляем отмечку еще и вот тут то есть это ведение бронирования граждан то у нас добавляются еще два отчета то есть итого будет три отчета которые мы должны будем сдавать в военкомат и, соответственно, соблюдение сроков по этим отчетам. Потому что в противном случае будут достаточно высокие штрафные санкции. Сейчас мы снова переключимся, пока здесь думают, мы переключимся на ЗУП. И вот о чем поговорим. То есть вот у нас раздел, который позволяет работать с бронированием и, соответственно, сведения о приеме, переводе и увольнении для военкомата. Здесь обратите внимание вот на что. При составлении кадровых документов, то есть кадровые мероприятия, перевод, увольнение, прием, сейчас у нас отражаются в отчетности ЕФС-1 на следующий день после проведения кадрового мероприятия. При введении воинского учета у нас такие же, ну, документ такой же, то есть это ЕФС, то есть сведения, которые мы при составлении ЕФС, мы должны продублировать в военкомат, но сроки были немножко другие. То есть если раньше срок был в течение двух недель после кадрового мероприятия, то сейчас этот срок изменился и стал в течение пяти дней. Но, тем не менее, все-таки это немножко дополнительного времени, то есть не сразу на следующий день, а у вас еще пару-тройку дней в запасе для создания этих документов. И еще один момент, поскольку с военными комиссариатами раньше была достаточно упрощенная система обмена документа оборота, сейчас уделите внимание такому вопросу, как именно способ подачи. То есть у вас должна быть либо доверенность для сотрудника, который будет работать с военкоматом, либо электронная подпись, либо машиночитаемая доверенность. То есть чтобы обязательно в вашем распоряжении эти документы были и были своевременно составлены. Вот здесь у меня вроде отмерло. Значит, проставляем здесь учет, активизируем этот наш блок. Ну вот, проставлю отметочку еще и здесь. И сейчас мы с вами вернемся именно в раздел кадра и посмотрим, как это выглядит. Повторяюсь, это у нас для ERP такой алгоритм работы. Ну, опять мы успеем сбегать еще и налево, пока здесь все сработает. Значит, кроме того, что вы должны в военский комиссариат подавать сведения о приеме и увольнении сотрудников, естественно, вы должны подавать сведения об изменениях. То есть если человек, например, на другую должность переведен, или там еще какие-то изменения у него произошли, паспорт, например, поменял, то, собственно говоря, вот эти документы необходимо делать. И в обязательном порядке должна проводиться сверка карточек воинского учета. То есть то, что отражено у вас, и то, что отражено в самом военкомате. Так, наша ERP-шка вроде отмерла. Значит, и мы переходим в раздел кадры. То есть сейчас подвинем линейку. Вот, видите, у нас появился блок воинского учета. Ну, и практически меню абсолютно идентично тому, что мы с вами видели только что в зубе. И, соответственно, еще одно место, где мы должны оставить отпечатки рук, так сказать, при настройке блока в ERP по воинскому учету. Это, значит... Сейчас, минуточку тоже. Опять же, раздел инсы и администрирование. И мы должны проверить у своей организации настройки, которые касаются учетной политики и работы с зарплатным блоком. То есть после того, как мы в кадрах активировали воинский учет, необходимо зайти... И я на АБУМ выбираю любое юрлицо из моего списка. То есть вот у меня журнал юридических лиц. И, соответственно, я выбираю на АБУМ первое попавшееся юридическое лицо. И просто напомню, как мы должны в этом случае действовать при формировании учетных политик и закладочке зарплаты кадра. То есть сейчас вы видите карточку юридического лица, то есть нашей организации. И, значит, переходим на закладочку учетная политика. Здесь, соответственно, задаются основные параметры отражения в учете и закладочка зарплата и кадры. И в этом случае у нас вот здесь появляется, видите, блок по воинскому учету. И по ссылке «Изменить» мы попадаем вот в такой интерфейс. То есть здесь практически все нормативные акты по работе с военкоматом. То есть вы должны сюда зайти. Если мы заходим, например, сюда, то здесь формируется уже с учетом той информации, которая введена в конфигурацию, формируется приказ об организации воинского учета, то есть что вы ведете воинский учет. И, соответственно, как вы видите, здесь уже подставляется информация, которая есть. Но поскольку у меня не введен начальник кадрового отдела, и я не указала срок, то можно просто распечатать это, ввести вручную, написать. Но лучше, если вы изначально, сведения об организации, которые находятся на закладочке общей. Сейчас вот мы вот так сделаем, вот так. То есть сведения про организацию, которые у нас располагаются на закладке общая информация, если будет заполнено все аккуратно, без пропусков, то они, естественно, отражаются и вот в этих документах. То есть после того, как вы сформировали, распечатали этот приказ, подписали ответственными лицами, и после этого вы можете сформировать план работы по осуществлению воинского учета. То есть, опять же, видите, сюда информации у меня нет, поскольку не заполнена полностью карточка. А здесь фактически полностью сформирован документ, который устраивает и трудовую инспекцию, и военной комиссариации. Во всяком случае, сюда пока не было внесено изменений. И после распечатывания вот этих вот документов и, соответственно, их утверждения в установленном порядке, вы с удовольствием их помещаете в отдельную папочку и при любых проверках гордо демонстрируете, что вот у нас воинский учет, совершенно все в порядке. Вот. И в этом случае вы уже не попадаете под штрафы, которые предусмотрены за нарушение ведения воинского учета. Ну, а поскольку сейчас к этому просто очень пристальное внимание, то, соответственно, не забудьте про такую тонкость. Ну, соответственно, если я проставляю здесь 2023 год, то у меня и во всех вот этих документах будет формироваться уже соответствующая дата. И, естественно, не забывать про отчетность, которую вы должны формировать для военкомата. И не только не забывать, но и сдавать ее вовремя. На этом, к сожалению, наше время закончилось. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И я хотела бы показать вам еще раз наш титутный лист и обратить внимание на наши контактные данные. То есть на электронную почту, на телефоны, на телеграм-контакты и на адрес нашего сайта. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за интерес, проявленный к нашей теме. Ну и мы будем очень рады получить от вас обратную связь, любые вопросы. Мы можем ответить и по электронной почте, и в любом другом удобном для вас формате. Ну и, естественно, если это письменные вопросы, ответ, то в этом случае мы сможем ответить более подробно и уже предметно касательно вашей ситуации. На этом разрешите попрощаться. Всего вам доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok